Поездом, автобусом, самолетом. Билеты разобраны, очереди на границах сформировались километровые. Так россияне встретили новости о частичной мобилизации. Вот так, например, выглядит очередь на российско-грузинском пункте пропуска, для прохождения которого потребуется минимум 10 часов, сообщают СМИ. Похожая ситуация на границах с Казахстаном, Монголией и Финляндией. Между тем в Латвии, Эстонии и Чехии заявили, что бегущим от мобилизации россиянам не будут выдавать гуманитарные визы. Бегство от призыва не считают основанием для выдачи. Въезд для россиян планируют ограничить и Финляндия. Сообщается, что проверять мужчин с российскими паспортами начали и в аэропорту Минска. А белорусским силовикам дали указание отслеживать граждан России, которые скрываются от мобилизации. Автокараваны россиян потянулись и в Казахстан сразу же после объявления мобилизации. Первая волна мигрантов появилась еще после начала полномасштабного вторжения. Вторую казахстанцы ожидают сейчас. Готовы ли они принимать россиян в своих городах, мы спросили алма-атинцев на улицах города. В принципе, я отношусь к этому нейтрально, потому что я считаю, что это люди, которые ни в чем не виноваты. Это не их личное было решение. Им как-то надо выходить из этого положения. У всех есть дети, у всех есть какие-то обязательства, кредиты и так далее. Поэтому, как и любой нормальный человек, ищет там, где лучше. Поэтому лучше им здесь, в Казахстане, ну пусть приезжают. Главное, чтобы они, так скажем, не начинали никакую пропаганду вести. Я считаю, что они должны оставаться в своей стране, не воевать, а должны просто оставаться там. Пережить трудные моменты своим народом. Я сам не хочу, чтобы они пришли к нашу страну, ну россияне, не русские, а россияне. Потому что это как-то может влиять на общество, может выйти какие-то сепаратические группы, может разделить как-то народ. Ну приезжают они, ну если с хорошей целью, да пусть приезжают. Мы будем только рады. Я так думаю, что будем только рады. Но если с плохой, пусть возвращаются обратно. Я к ним отношусь лояльно, то есть у меня никаких агрессий никакой нет. Я попала под дождь, получается, и мне наоборот встретился парень. Он сказал, что он из Петербурга. И вот он мне наоборот помог. То есть как под дождем мы с ним вместе шли с зонтиком, и он проводил меня до остановки. Ну я считаю, что выбор каждого, где ему жить и чем заниматься. Но другое дело, что большой наплыв создаст проблему с рабочими местами для коренных жителей. Ну и соответственно, возможны некоторые стычки из-за культурной разницы. Естественно, им нужно принять правила нашей страны, это в первую очередь. И только на этих условиях они могут здесь оставаться какое-то время. Но опять же, не навсегда. Продолжение следует...